добро пожаловать в новый видео урок с вами александр владимиров школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал и смотрите полезные уроки мы сейчас разберем тему как сделать ровный микс как сделать так чтобы трек звучал в принципе достаточно сбалансировано и все было в нем ништяк здесь мы будем пользоваться плагином который почти наверняка у вас есть это плагин tonal balance control этот плагин входит в состав изотоп озон начиная уже не помню с какой версии но практически наверняка он у вас есть то есть там 10 версии дальше он уже есть и даже там с восьмой уже шел или даже седьмой версии короче как бы то ни было как им пользоваться когда он открывается обычно он идет вот с такой вкладкой я сразу меняю на режим fine он более прикольный и здесь я думаю вы уже так догадались у нас есть частоты то есть это просто анализатор частотного спектра анализатор а чеха у нас есть низкие частоты нижняя середина верхняя середина и высокие частоты такое условное разделение и здесь уже в герцах есть тут так называемая кишка и в эту кишку очень хорошо чтобы ваш трек как бы входил то есть а чеха вашего трека соответствовала этой кишке давайте сейчас я включу ремикс и мы посмотрим и послушаем как это все работает все входит в эту кишку ровно и четко конечно это не значит что если ваш трек входит в эту значит область давайте назовем и более деликатно это не значит что ваш трек все он вообще идеальный и вы можете забыть конечно нет он показывает этот плагин только именно а чеха вашего трека общую и у вас может возникнуть такая ситуация что скажем у вас бочка очень громкая а бас очень тихий и в сумме как бы может показаться что с низами все окей ну то есть низкие частоты в норме не зашкаливают и их немало но на самом деле у вас фигачит бочка и низкие частоты идут только от нее а бас практически не слышно либо наоборот то есть это тоже очень важно понимать что как бы плаги ночи полезный но это не панацея это первое второе здесь есть разные пресеты если вы работаете с электронной музыкой то вы выбираете bass heavy если вы работаете с оркестровой соответственно оркестровую музыку если вы работаете с музыкой такой более современной более я бы сказал попсовой то есть там где живые барабаны и так далее то есть не электронная музыка а именно вот что-то живое типа откровенный поп то выбираете режим модерн вообще в предыдущих версиях было всего три пресета bass heavy modern и как раз таки оркестрал то есть две такие большие категории в новых версиях добавили новые всякие разные пресеты которые по сути являются ну на мой взгляд они бессмысленны потому что ну скажем и дм это расширенная версия бэйс хэви ну то есть чуть-чуть расширили возможности для низких частот диапазон скажем так модерн и поп как вы видите тоже почти ничем не отличаются соответственно рок тоже видите минимально поэтому я ставлю бэйс хэви либо модерн либо оркестрал зависимости того в каком жанре работаю для хип-хопа я не очень люблю использовать вот этот вот пресет потому что бэйс хэви по сути это тоже самое что и хип-хоп но только хип-хоп он видите более суженный то есть у него как бы еще меньше диапазон я в такие рамки себя не загоняю это ну на мой взгляд совсем бред потому что вы просто будете заморачиваться я поэтому оставляю бэйс хэви если пишу в том числе какой-нибудь хип-хоп трэп там и так далее значит следующий важный момент смотрите когда вы работаете над треком вам важно понимать какая огибающая характерна для того или иного стиля это капец как важно доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене поэтому мы возвращаемся к такому понятию как референсы я надеюсь вы знаете что такое это эталонные треки которые в вашем жанре музыки или которые там худо-бедно на ваш трек похоже но которые вы считаете эталонными идеальными и так далее поясню если мы имеем дело с техно или с тэг хаусом например особенно стэг хаусом то там картинка следующая там много низких частот они могут не выходить за рамки но их тут много середина провалена а высокие частоты довольно громкие потому что там прям хай-хэт лупят фигачит и так далее то есть получается такая как птичка бабочка по-разному это называют вот такая вот будет огибающая вот здесь много здесь мало здесь опять много это характерно для определенного жанра как это понять система сам плагин вам это не подскажет вам нужно просто проанализировать эталонные треки вашем жанре чтобы понять эту специфику скажем дабстеп дабстепе я обратил внимание что низких частот не сильно много ну то есть они не где-то здесь на дне но где-то на серединке от верхов они иногда могут даже зашкаливать и это нормально для стиля дабстеп опять же конечно смотря какой дабстеп тот дабстеп который мне является референсом вот там вот так я это знаю и это я учитываю при изготовлении треков под заказ да например в этом жанре музыки то есть я надеюсь это понятно ваш трек по моему мнению в эту кишку входить должен то есть за нее выходить реально не стоит потому что почти наверняка это уже прям чревато тем что микс прям будет стремный но внутри кишки микс может выглядеть совершенно иначе и давайте еще раз посмотрим этот трек поскольку это прям такая попса да по сути электронная попса здесь нету этого провала здесь все достаточно сбалансирована но это сделано просто потому что такой стиль плюс трек с вокалом это тоже важно учитывать если трек без вокала то стало быть несколько килогерц вот эти вот до частоты они будут слегка провалены но это нормально потому что трек без вокала если вокал есть то этих частот будет слегка больше так что обязательно вот на это обращайте внимание то как треки эталонные здесь выглядит также есть еще один параметр это крест фактор за что он отвечает здесь он показывает насколько трек пережат но мы видим что вот этот значок такой кирпич то есть трек вообще просто ту компресс да как здесь написано в описании то есть трек пережат перекомпрессирован особенно если мы говорим про низкие частоты если мы имеем дело вот с этим ну как бы значком то здесь наоборот и принципе ну я так примерно стараюсь чтобы низкий ну вообще микс на низких частотах и в целом он с этим крест-фактором не выходил вот сюда но у меня такого почти никогда не бывает потому что там сразу будет слышно что трек пердит кряхтит и пережат но если вам пока сложновато то старайтесь сделать так что вот этот крест-фактор он был в общем не выходил за вот этот вот зовут эту черточку за вот эту границу сейчас я не видно потому что вот этот вот индикатор находится прямо на ней давайте еще раз включим то есть понятно да и в принципе все ну вот так работает этот плагин очень крутой очень классный я всегда им пользуюсь и я считаю что нет ничего зазорного в нем да это вообще совершенно бредовая история если вы считаете что там все нужно на слух делать нет уши замыливаются это нормально даже если вы там супер считаете себя крутым звукарем вы неизбежно будете слышать чуть-чуть не так микс как надо потому что у вас просто и будут уши замылены особенно если вы долго над ним сидите и этот плагин очень хорошо позволяет освежить свои уши и понять где вы действительно допустили какие-то серьезные ошибки поэтому желаю вам ровных классных крутых миксов с вами был александр владимиров школа logic pro help пока как быть в